В этом видео я расскажу о маркетинговой автоматизации в продажах B2B и также расскажу, что предлагает Salesforce для такой автоматизации. Сейчас большинство компаний в мире, которые занимаются B2B бизнесом, работают по одной из двух схем. Первая схема – это использование только системы для автоматизации продаж. То есть по-английски этот класс систем называется Salesforce Automation. У Salesforce есть отличное решение Salesforce Sales Cloud, который отлично подходит для такой автоматизации. Второй тип автоматизации – это отдельная система для автоматизации продаж и плюс система для лид-менеджмента. То есть если говорить про Salesforce, это Salesforce Sales Cloud и Pardot. Что это за система, я расскажу в дальнейшем видео. Если говорить про первую схему, когда используется только система для автоматизации продаж. Как в этом случае выглядит архитектура. У нас есть рекламные системы, например, Google AdWords. И клиент кликает на оплатную рекламу в поисковой выдаче Google и попадает на сайт, становится визитером, посетителем. Далее он заполняет форму на сайте. Это может быть любая форма, как купить сейчас, так и получить бесплатную консультацию. И этот клиент уже становится маркетинг-квалифаолит, так называемый. Далее со всеми такими лидами связываются представители отдела продаж. И если клиент для нас интересный, и мы готовы передавать его в продажу, готовы работать с ним в рамках сделки, то потенциальный клиент переходит в категорию Salesforce Cloud. И далее немного работы, сделка выиграна, можно праздновать. Для такой схемы идеально подходит система Salesforce Salesforce Cloud. Она имеет интеграцию с различными рекламными системами, такими как Google AdWords, рекламная система Facebook и так далее. Ну, посмотрим на современного потенциального покупателя. У него есть доступ к всему интернету, то есть к огромному количеству информации. В блогах, на сайтах, в соцсетях, в рассылках, если он какие-то рассылки получает. И все это приводит к тому, что 60% процесса продажа, он проходит самостоятельно, через изучение, чтение информации в интернете. И более того, по статистике IDS в 2022 году этот процент достигнет 80%. Да, то есть 80% пути продажи покупатель будет совершать самостоятельно, через изучение контента в интернете. Чтобы быть успешным в современном мире, компаниям необходимо генерировать большое количество контента и увлекать своих потенциальных покупателей с помощью эффективного контента. То есть, как часто это происходит? На сайте компании появляется большое количество контента. Есть открытый контент, а есть контент закрытый, который спрятан за так называемым гейтс. То есть, это самые интересные материалы, к примеру, брошюра «20 инновационных способов увеличить продажу». Да, ее можно скачать, но чтобы скачать, нужно оставить свое имя, мейл и название компании. Таким образом, на сайте появляется большое количество таких гейтс, и сайт генерирует много лидов. И встает вопрос, как же эти лиды обрабатывать. С некоторой компанией все такие лиды передают в отдел продаж, но сайлы быстро зачаровываются, потому что по статистике только 20% лидов, переданных в отдел продаж, готовы к покупке. А остальные просто зашли на сайт, посмотреть, изучить, что там. Возможно, они будут готовы к покупке, но не сейчас, а через месяц, через год. Да, но даже если лид хороший, его передали в отдел продаж, поработали с ним, сделали коммерческое предложение и получили ответ. Ну, вы знаете, мы, может быть, купим через месяц, через квартал, может быть, через год. Такие лиды очень часто просто выкидывают. То есть, менеджер закрывает сделку и все. Глаз долой, сердце вон. То есть, таким образом, перед компаниями стоят следующие вопросы. Какие же лиды из всего многообразия передавать в отдел продаж? И что делать с остальными лидами, которые сейчас не готовы покупать? Решение этих проблем предлагают системы лид-менеджмента, в частности, Salesforce Pardot. Pardot позволяет выстроить полную картину по клиенту. То есть, какие страницы сайта он посещал, на какие мейл-рассылки откликался, что читал, на каких вебинарах был, как с ним до этого работали в отделе продаж. На основании этой информации Pardot может автоматически выстроить дальнейшее Customer Journey, то есть, клиентское путешествие, и в рамках этого клиентского путешествия отправлять клиенту нужный контент, адаптировать сайт под него и предлагать ему нужный контент. И в случае, если клиент уже созрел, то есть горячий, автоматически передавать его в отдел продаж. Давайте расскажу подробнее, как работает Salesforce Pardot. В компании-маркетологи всеми возможными способами гонят трафик на сайт. Это контекстная реклама, таргетинг-реклама, SEO, вебинары, какие-то партнерские ссылки. Да, таким образом, на сайте оказывается большое количество посетителей. Какое-то количество из них заполняют формы и превращаются в MQL, то есть, маркетинг-кулефалит. Да, далее с ними уже можно работать, то есть, взращивать их интерес до покупки. Этим как раз и занимается Pardot. На основании всей информации о посетителе, потенциальном покупателе, он предлагает ему релевантный контент, управляет нужные рассылки, получает информацию, на каких страницах сайта тот побывал и так далее. Далее, когда лид уже созрел и стал горячим, Pardot автоматически передает его в отдел продаж. При этом менеджеры по работе с клиентами в отделе продаж имеют всю информацию об этом человеке, об этом лиде. То есть, по какими продуктами он интересовался, на каких фебинарах, на каких событиях был, что открывал, где ходил и так далее. И поэтому, имея всю эту информацию под рукой, им гораздо проще строить общение с клиентом и закрывать сделку. Далее, в отделе продаж у нас есть несколько вариантов. Первый вариант – это мы заключили сделку. Ура-ура, продали клиенту продукт или услугу. Второй вариант – заключить сделку не получилось. В обоих случаях лид возвращается обратно в лид нёрчеринг. В случае, если мы ему ничего не продали, дальше срабатывает взращивание. Опять мы его подогреваем необходимым контентом до тех пор, пока он не будет готов купить. Да, если мы продали клиенту товар или услугу, в рамках лид нёрчеринга можем отправлять ему нужные интересные материалы по проданному товару. Можем отправлять ему интересные материалы по дополнительным услугам, по апселлам, кросселлам, к той услуге, которую мы ему продали. И обязательно всю эту информацию необходимо передавать в Demand Generation, чтобы маркетологи, которые занимаются генерацией трафика, на сайт понимали, с каких источников, с каких компаний. У нас идёт хороший трафик, а с каких нет. То есть, приведу пример. Может быть, в рамках организации две рекламные компании, на которые потрачен одинаковый бюджет. И первая компания принесла нам 20 лидов, а вторая компания всего 5. И, казалось бы, первая компания гораздо лучше, потому что 20 это в 4 раза больше, чем 5. Но если разобраться более детально, то вот эти 20 лидов сконвертировались в дальнейшем лишь в одну сделку на 100 тысяч рублей. А 5 лидов из другой компании, они сконвертировались в 4 сделки общим объёмом 10 миллионов рублей. И таким образом, хоть и по лидам лучше первая компания, но если просчитать насквозь весь роя маркетинга, то вторая компания оказывается намного лучше. И Pardot, в частности, позволяет это определить через построение сквозных отчётов по всему маркетингу. Да, то есть вот так у нас выглядит работа с клиентом, с использованием системы лид-менеджмента Salesforce Pardot. С помощью рекламных систем мы генерируем трафик на сайт. Далее клиент приходит на сайт, либо на посадочную страницу, заполняет форму. К слову, у Pardot есть встроенная возможность генерации лендингов и генерации форм. Далее, после того, как клиент заполнил форму, это тоже маркетинг-квалифайлит, Pardot взращивает его автоматически до нужного состояния и передаёт в отдел продаж. Да, после того, как лид передан в отдел продаж, менеджеры в отделе продаж работают следом с помощью Salesforce, Salesforce Cloud. При этом Pardot и Salesforce Cloud тесно связаны между собой, так как сделаны на одной платформе Salesforce. И у Pardot есть большое количество интеграционных механизмов с популярными рекламными системами и сервисами. Аналитическое агентство ConfirmIt проводит ежегодные исследования об эффективности использования Salesforce Pardot в компаниях. И по данному исследованию, компании, которые начинают использовать Pardot, получают в среднем на 34% больше прибыли и на 40% выше конверсию с посетителями вреда на сайте. То есть решение очень мощное и при правильном использовании может дать просто взрывной рост выручки и прибыли компании. Но при этом я бы хотел заметить, что система лид-менеджмента и в частности Pardot подходит далеко не всем компаниям. Такие системы подходят компаниям, у которых продажи с длинным циклом. И в продажах, где клиенту можно донести интересный релевантный контент, он будет этот контент читать. Но также я хотел бы заметить, что система лид-менеджмента, в частности Salesforce Pardot, подходит не всем компаниям. Такие системы отлично подходят компаниям с продажами с длинным циклом, в которых мы можем генерировать интересный для клиента контент, который клиенты будут читать, изучать. И при этом внутри компании должна быть готовность заниматься контентом. Потому что для успешной работы Pardot нужен контент, нужно много контента. И тут я бы не советовал готовиться сразу к большим результатам, сразу после внедрения этой системы. То есть это не контекстная реклама Google AdWords, где можно положить миллион и сразу получить много лидов. Тут вы должны выстраивать маркетинговую систему, систему взращивания лидов. Да, поначалу это сложно, но когда вот этот механизм будет готов, он сможет работать практически без вашего участия, приносить очень мощный финансовый результат без затрат с вашей стороны. Да, и так, если резюмировать, то Salesforce Sales Cloud это система класса Salesforce Automation для работы с лидами и сделками в отделе продаж. А Salesforce Pardot это система для лид-менеджмента, для взращивания лидов, для горячего состояния и передача в отдел продаж. Далее в видеороликах я подробно расскажу, как работает одна и другая система на конкретных живых демо.